В Центральной диспетчерской комбината утро началось без прерывных телефонных звонков. На постоянной связи руководство и начальники смен энергосетей ТЭЦ-1 и диспетчера МОПУ ЖКХ. Именно в Центральной диспетчерской следят за ходом гидравлических испытаний. На монитор выведены все технические показатели давления в трубопроводах. О любой нештатной ситуации становится известно сразу. Видны расходы по городу 1, городу 2, промплощадка 1, 2 и также обратно. Отдаем команды энергосетям и персоналу ТЭЦ при закрытии задвижек по обратной сети и смотрим за давлением сети. Именно оперативно диспетчерский отдел сообщает всем структурным подразделениям энергосетей и ЖКХ о начале гидравлических испытаний. Первыми задвижки на обратных трубопроводах одновременно закрывают на участках ТЭЦ и энергосетей. Сначала гидравлические испытания проводят на промплощадке комбината, а потом давление начинают повышать на городских теплосетях. Если в зимний период рабочее давление в трубах составляет 8,5 килограммов на квадратный сантиметр, летом 5,5, то во время гидравлики его повышают до 10,5 килограммов и выдерживают эти показатели в течение 10 минут. Но на этот раз гидравлические испытания пришлось приостановить. В данный момент проводили гидравлические испытания тепловых сетей города 1, города 2 и промплощадки. Значит, подняли давление 10,2 килограмма, стали выдерживать, и после первой минуты давление резко упало. Сейчас позвонили ЖКХ, скорее всего, течка где-то у них, они поехали с обездом города. С 10,2 давление резко упало до 6. По оценкам специалистов, такое резкое падение свидетельствует о крупном прорыве на теплосетях. Гидравлические испытания пришлось приостановить до тех пор, пока коммунальщики не перекроют поврежденный участок теплосетей. Крупная утечка воды образовалась на Лермонтово-21. Помимо этого, коммунальщики выявили в городе еще 10 утечек. На проспекте Ленина, улицах Пушкина, набережная, театральная, Девцина и в школе-интернат. Для сравнения, в прошлом году их было 30. Гидравлические испытания удалось провести сегодня лишь со второй попытки. Всего гидравлика труб проходит в городе два раза в год, перед капитальным ремонтом теплосетей и после. Это позволяет выявить слабые места на трубопроводах перед сезоном отопления. Повторная гидравлика в Коряжме намечена на середину августа.